Друзья, сегодня мы с вами обсудим самые шокирующие Тесла новости последнего времени, последних недель. И странно, что об этом никто не говорит, учитывая, что это коснется каждого. И как оказалось, мы не то, что раньше времени начали списывать Илона, пару месяцев назад мы снимали видео, как Илону надо уйти на пенсию. А он не то, что не собрался на пенсию, он собирается вмешаться в жизнь каждого. Вы покупаете продукты Тесла, не покупаете, вы в любом случае почувствуете прикосновение Илона в ближайшее время. И возможно, церковь святого Илона появится не только в Киеве, но и в других городах. И покупать будут там не машины, а действительно будут приходить почтить этого героя. Обсудим. Все это сегодня, это действительно впечатляет. Те масштабы и те идеи, которые пытается этот парень сейчас воплотить в жизнь, это что-то, чего до этого мир не видел. Привет, друзья! Пока весь мир уверенно движется к чему-то, что больше напоминает конец, Тесла и вся команда движется к устойчивому изобилию. Именно это есть теперь новая цель компании Тесла и всей команды. Акционеры приняли во внимание пожелания Илона Маска и приняли его программу. И цифры там невероятные. Мы будем потихоньку это стараться принимать. Причем удивительно то, в какое время все это происходит. Какие события происходят рядом. Это все добавляет всему происходящему еще большей фантасмагории. Более 70% акционеров одобрили новый 2025 SEO Performance Award для Илона. Потенциально 1 триллион в акциях. То есть это самая большая выплата в истории человечества одному человеку от одной компании. 1 триллион. Давайте вот на экране вы увидите сколько это нулей. Когда-то кто-то из вас думал в принципе о триллионе и о том, что эта цифра может кому-то лично принадлежать в целом. Я в конце расскажу свой скепсис и огромное несовпадение во всем этом происходящем. Маленький такой скепсис. Это ничего такого экстраординарного. Значит Тесла переходит от автопроизведителя к компании реального мира AI. То есть основной фокус Optimus. По большому счету Илон всю презентацию доказывал нам, что мы на дорогах общего пользования видим не автомобили по значкам Тесла, а видим роботов с колесами. И когда мы посещали Тесла кафе, посмотрите это видео, если вам хочется увидеть концепцию Тесла и кафетерия на тему Тесла. Мы видели раскрытого робота Optimus. И что самое интересное, Илон абсолютно прав. В Optimus все те же ингредиенты, которые мы ежедневно видим в автомобилях Тесла. Тот же компьютер, тот же процессор автопилота, те же камеры, которые у нас стоят по бокам и спереди, они установлены на лице и по бокам Optimus. И еще огромное количество таких приводов, каких-то вот деталек, которые в принципе смотрятся знакомо. То есть по большому счету основные ингредиенты, включая чип, а именно Тесла чип, потому что Тесла производит свои собственные чипы, основные ингредиенты автомобиля Тесла мы можем найти в Optimus. Поэтому для меня вот эта часть не была чем-то удивительным. И когда Optimus зайдет нам на ремонт, придет сам на ремонт уже, видимо без владельца, то мы не растеряемся. То есть, ну в общем-то понятно все, что делать и как делать. Optimus это самый важный продукт в истории человечества. Он устранит бедность, обеспечит всем лучшее медицинское обслуживание. Их будет больше, чем смартфонов, по словам Илона. Что имеется в виду под устойчивым изобилием? Всегда, больше всего человечеству не хватало нескольких вещей. Это продовольствие и это медицинское обслуживание. Особенно в США медицинское обслуживание очень дорогое, страховки очень дорогие. И когда, по словам Илона, опять же, Optimus сможет оперировать с точностью лучше, чем хирург, зная и понимая предмет лучше, чем доктора, и этих Optimus будет больше, чем автомобилей, больше, чем людей потенциально в мире, то, конечно, это что-то похожее на изобилие. То есть роботы производят товары, которые мы можем потреблять, обслуживают и себя, и нас, людей. Поэтому вот где-то там стоит искать изобилие. Я понимаю, в реалиях сегодняшнего дня с какими-то скандалами, с какими-то людьми, которые что-то украли, куда-то поехали там и так далее, человек выходит и говорит, значит, экономику мира мы увеличим в 6 раз. Но, конечно, на следующий день акции Tesla начинают падать, а не расти. Слушай, люди просто этого не могут принять. Но сами цели, конечно, вызывают уважение. Это невероятно, когда человек озвучивает такие цели на свою жизнь, которые, по сути, ему отмерены не так много. Многие в 20 лет и в 15, и в 10, сколько бы ни было лет, ставят перед собой намного более скромные цели. А от этого именно и зависит масштаб личности. Илон уже в рамках того, что сделал, заслужил себе много титулов по всему миру. Тони Старк современности, самый крутой предприниматель современности, и визионер современности и так далее, и так далее. В этот раз он говорит, что это не просто новая страница в истории его лично и компании Tesla. Это прям новая книга под новым названием «Устойчивое изобилие». Ключевые цифры и цели на Optimus, а это основной продукт. Демонстрация живых роботов на сцене. Танцевали беспроводово не. Потребление энергии чипа А15 снижено до 250 Вт. Производство Optimus запуск в конце 2025 года, в начале 2026, то есть сейчас на заводах Tesla. Цель – 1 миллион роботов коммерческой эксплуатации. Часть нового компенсационного пакета Илона. Долгосрочная цель – десятки миллионов роботов. Бесконечный источник денег и экономика изобилия. Автономия и роботакси. ФСД и Сайберкэп. ФСД полностью без водителя в некоторых районах Остин уже до конца 2025 года. Развертывание роботакси в 8-10 крупных городах США к 2025 году. Естественно, Родстер основное обещание выпустить. Но, правда, разница в том, что презентация нового Родстера должна пройти в 2026 году, примерно в средине. И обещана самая впечатляющая презентация из когда-либо проводимых. То есть это будет презентация около летающего автомобиля. Или что-то вроде того. Но, по крайней мере, так обещано. Когда он будет выпущен, по-прежнему неизвестно. И, скорее всего, не в 2026, не в 2027 году. Это по-прежнему будет вишенка на торте. А торт, видите, уже даже миссия поменялась у компании в целом. А Родстер все еще откладывается. Сайбертрак. Машина, на которой Тесла дальше делает ставку. И СМИ-трак. Будет выпущено уже какое-то количество машин. И они должны уже появиться на дорогах общего пользования. И давайте пройдемся еще раз по целям. Первое. Поставка 20 миллионов единиц автомобилей. Я не понимаю, это в год или в какое-то определенное количество времени. Потому что, напоминаю, Тесла хотел выйти на 8 миллионов автомобилей ежегодно. Но пока что это далеко от этой цифры. Активные ФСД подписки. 10 миллионов активных ФСД подписок. На некоторых рынках можно только купить ФСД целиком. А подписки доступны, по-моему, только на территории США. Это 100 долларов в месяц. Это со скидкой. До этого было 200 долларов в месяц. Но даже при 100 долларов в месяц. 10 миллионов. Это у нас, ребята, миллиард. Миллиард в месяц только на подписках на автопилот. Роботакси в эксплуатации. 1 миллион автомобилей. 1 миллион таксистов вышло на пенсию. Оптимус в эксплуатации. 1 миллион штук. 1 миллион семей уже находится в устойчивом изобилии. Чистая прибыль. 4 квартала подряд. 400 миллиардов. Вот это цель. На сейчас, в третьем квартале 25-го года, чистая прибыль 4,2 миллиарда. То есть, надо увеличить прибыль в 100 раз. В 100 раз увеличить прибыль в квартал. Представьте, что-то улучшить в 100 раз, что уже достаточно плотно борется с китайцами, с немцами. Еще кто-то там выкатывает новые продукты. Я бы хотел, чтобы у меня в компании был генеральный директор, который ставил перед собой такие амбициозные цели. Потому что в 100 раз увеличить что-либо, это, конечно, круто. Хочется сказать, как тебе такой Илон Маск, но это и есть его пожелание к себе же на ближайшее время. Рыночная капитализация должна увеличиться до нескольких триллионов. Соответственно, один из них Илону выплатят в виде компенсации. При увеличении прибыли в 100 раз стоимость компании должна увеличиться больше, чем в 5 раз, как мне кажется. Только при соблюдении всех этих условий одновременно Илон получает акциями компании 1 триллион. Все должно совпасть. То есть, какой-то один из пунктов работать не будет. Еще раз цитируем Илона. Мы создаем будущее, где нет бедности, все имеют доступ к лучшему здравоохранению, образованию, благодаря оптинусу и автономному транспорту. Хочется сказать, кто еще нас старается увлечь какими-то яркими идеями. Посмотрите на лидеров общественных мнений вокруг нас. Посмотрите на политикум. Что они обсуждают, к чему мы все стремимся, куда нас тянут, какие идеи обсуждаются. Становится от этого грустно, потому что вроде как никто ничего такого выдающегося не предлагает. А здесь человек хочет всех обеспечить на Земле, а тех, кого не обеспечит, отправят на Марс. Представляете, насколько масштабные цели ставит Илон перед разными своими компаниями. Перед одной компанией ставит отправить всех на Марс, а перед другой всех обеспечить. И несовпадение здесь только в одном. Если все будут обеспечены, если ценность денег как таковая потеряется, что будет деньгами в этом мире, не очень понятно. Потому что зачем мне нужны деньги, если роботы производят около все, и стоимость всех продуктов, не только питания, но и вообще продуктов, такие как автомобили в том числе и так далее, она снижена максимально. Что будет являться деньгами? И зачем при таких обстоятельствах нужен один триллион долларов? Понятно, что не это является его основной мотивацией. Не все так считают, но я вам точно могу сказать, один триллион долларов не является основной мотивацией Илона, это точно. Но зачем нужен триллион, когда нет денег? Вот с этим вопросом встретимся с вами уже, наверное, в следующем видео. Или встретимся с вами в устойчивом изобилии. Как повезет. Все, пока. Пока мы с вами разговаривали, даже солнце успело выйти. И вопрос, который остался, это как думаете, все-таки будут люди еще расставлять церкви святого Илона по всему миру? Или это останется так на уровне шутки только в Киеве? И люди просто примут все, что Илон планирует дать, как должное, и будут дальше между собой драться, коррупционировать, наркоманить и так далее. Или все-таки верите в прекрасное. Поделитесь вообще своими мыслями по поводу будущего, насколько оно грядет светлое.